С главными событиями к этому часу в студии Надежда Литкова. Депутат собрания депутатов Ненецкого округа Сергей Коткин досрочно прекращает свои полномочия в региональном парламенте. Он уходит по собственному желанию в связи с избранием в Государственную Думу Российской Федерации. Соответствующее заявление сегодня рассмотрели на сессии окружного собрания депутатов. Вы активно представляли и защищали интересы жителей нашего заполярного региона на протяжении трех созывов. Коллеги по депутатскому корпусу поздравили Сергея Коткина с новой должностью и выразили уверенность в том, что богатый опыт государственной деятельности и глубокие знания помогут в работе в Нижней Палате Российского парламента. В соответствии с федеральным законодательством депутат Государственной Думы не может быть депутатом законодательного органа государственной власти, субъекта или органа местного самоуправления, выборным должностным лицом иного органа госвласти или местного самоуправления, а также замещать иную государственную должность. В этой связи депутат сложил свои полномочия в региональном парламенте. От жителей Нениска автономного округа, от школьника до лиц самого высокого пожилого возраста. Только сейчас, наверное, приходит осознание того, что люди доверили представлять их интересы в Государственной Думе и Федеральное Собрание. Позвольте мне заверить, что я постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Я готов работать с представителем всех уровней власти, со всеми фракциями политических партий для того, чтобы поставить интересы жителей округа в Государственном Думе и Федеральное Собрание. Готов служить Нениска автономного округа, готов служить России. Спасибо. Стоит отметить, что у своего депутата одномандатника в Государственную Думу Ненисский округ не выбирал с 2003 года. Более того, Сергей Коткин стал первым жителем округа, который будет представлять интересы субъекта в Нижней Палате Российского Парламента. И перед вами стоят уже совершенно иные задачи, совершенно иного масштаба. В первую очередь, на что необходимо, на мой взгляд, обратить внимание, это на законы социальной направленности, касающихся здравоохранения, образования, социальной защиты северян. Северяне находятся в совершенно особых климатических условиях. И те богатства, которые сегодня осваивают северяне, на чем сегодня, собственно говоря, развивается наша страна, должны работать и на благо жителей, живущих в этих непростых климатических условиях. Жителей, живущих на территории Арктической зоны Российской Федерации. Это первый серьезный мощнейший блок. Второй блок, на чем я хотел бы остановиться, это поддержка государственной политики в отношении северов в принципе. И тех стратегических проектов, над которыми сегодня работает Ненецкий автономный округ. Это и продолжение строительства автомобильной дороги, которая свяжет нас с большой землей. Это поддержка проектов строительства глубоководного морского порта в районе поселка Индии с подходом железной дороги. Глава региона Игорь Кошин выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новоиспеченным депутатом Государственной Думы от Ненецкого округа, которое будет способствовать продвижению инициатив региона на федеральном уровне. Полномочия окружного депутата Сергея Коткина прекращаются с 23 сентября. Первое пленарное заседание Государственной Думы 7-го созыва запланировано на начало октября. Илья Сахаров, Ирина Цепитова, Владислав Носкин, Телеканал Север.